Мы останавливались на том, что есть вещи, которые очень объединяют людей. Есть вещи, которые очень объединяют людей. Вот, например, я говорю, срезание одежды со сгоревшего бомжа – это то, что людей еще не объединяет. Вот Лиза, на самом деле, она, в общем, сильно поменяла жизнь вокруг. Мы с ней ругались много. Например, она привезла двух детишек из Донбасса, и один из этих детишек попал в больничку, которую я немножко опекаю. Но в итоге он прожил в одиночном боксе полгода в этой больнице, ни туда, ни сюда, с мамой и с младшим братиком. И, в общем, больница взвыла и стала просить как-то. Вот за три дня до Лизины и гибели мы с ней здорово поцапались на тему того, что так делать нельзя, не надо никого привозить и так далее. А за день до того, как она погибла, мы с ней помирились. У меня последняя смска от нее, я все равно тебя люблю, а моя смска я тебя люблю еще больше. На этом мы с ней, собственно говоря, и расстались. И на другой день пришли эти новости. Поэтому мне бы очень хотелось сейчас помочь тем людям, которые продолжают делать ее дело. Да, это такое наше общее желание, ощущение такое, что как-то вроде как, если Лизы нет, мы должны стать немножко Лизой. Это когда Галя не стала, у меня была... Все вместе попытались стать немножко Галей, да. Вышел автомат Калашникова. Понимаете, у нас всегда из всего выходит автомат Калашникова. Даже уж если из нас выходит автомат Калашникова, это всерьез повод задуматься вообще, конечно, о родине. Потому что что-то у нас какое-то... Я по этому поводу, кстати, очень не люблю слушать рассказы о том, какое неправильное православие. Православие нормальное, почва странная. На ней вырастают действительно какие-то странные плоды. Ну, люди все вместе пытались встать на место Галечки. Более или менее, до какой-то степени, ну, по крайней мере, фонд. Ну, немножко удалось. Фонд работает, на самом деле. Самое главное, фонд работает, больница работает, в общем. Я обожала с Лизой Стридничей. Вот она умела так смешно. Прекрасно, совершенно. В деталях пароля. Она была очень живой человек, на самом деле. И еще... Она крутая была, на самом деле. И это очень важно. Да, да, я хотела слушаться. Да, да, да. Это очень важно. Она производила впечатление. Вот маленькая такая, хрупкая, но не было столько... Вообще, знаете, вот на самом деле нам очень не хватает вот таких спикеров. Не замурзанных, несчастных, больных людей, которые на последнем издыхании там тянут нарты. А очень хочется, знаете, чтобы наша прекрасная идея, чтобы их несли прекрасные люди. Иногда очень нежно пишется про своих журналистских детей в МГУ. И чего? Там, выходит, у нас вырастет очень приятное поколение. Среди них есть много замечательных детей, абсолютно. Есть сложные, есть странные, есть хреновые, как и в нашем поколении. Естественно, естественно. И в любом другом, на самом деле. Нет, нормальные дети, ничего. Я продолжаю думать про добрых людей, которые сообщили детям на конюшне, что переехавшие лошади на самом деле не переехали, а их убили. Такие вещи делают дырки в граждании. Из этих дырок, на самом деле, начинает переть такая вот, знаете, вот хтонь такая мертвенная, которая потом однажды вот встает с кирпичом на пути у вас, когда вы идете домой вечером вдоль гаражей. И, правда, не надо думать, что это кто-то избегнет. Никто не избегнет. И такие дыры надо штопать. И если эти дыры не штопать, то... Ну, это как пробоины в судне. Ну, вот они уже все. И то, как я вижу, ну, вашу работу, в частности, мне кажется, что вы затыкаете с собой какие-то дыры, которые собирались бы перейти в хронические. Вот я так вижу. На самом деле, мы все более-менее пограничники, потому что мы действительно все подходим ближе к границе жизни и смерти, чем большинство людей. Большинство людей предпочитает думать о том, что смерть вообще... Ну, это что-то, что случается с другими людьми. А каждый из нас, ну, кто связан с этой благотворительной сферой, мы все эту смерть видели гораздо ближе, чем... Спросите среднего человека, там, не знаю, ваших знакомых, родственников на улице, сколько детей вы хоронили. Конечно. И как люди, которые вот действительно пограничники, мне кажется, что... Это не то, что мы затыкаем дыры. Мы просто обучены нашей жизни укричать, ребята, смотрите, вот дыра. И просто я хочу сказать, что, если это можно считать заслугой нашей, это, конечно, сомнитная заслуга, но мы как раз вот те, кто сидит, извините, на каланче и говорит, ребята, а вот там горит. А так, вообще-то говоря, люди бегут с большим удовольствием, с огромным. Это правда, и пожары это показали. Абсолютно. И на самом деле настолько людям хочется чувствовать себя человеком, настолько хочется, что даже просить два раза никого не надо. У нас просто вариантов нет.